Итак, здравствуйте, на связи основатель Эллингтон ТВ, только камера не фокусируется, Егор, меня зовут Егор, my name is Егор, очень приятно будет, наверное, познакомиться, но я не знаю, в любом случае. И это такой небольшой, с одной стороны, видео-ответ, с другой стороны, скорее даже, в принципе, просто абзор такой, даже я бы не абзором, скорее, называл, а, скорее, даже подведением итогов, история самого канала, и как вообще, то есть, идея, знаете, какая пришла в голову, Собственно, в этом мы будем сегодня разбираться. Начнем вот именно с того, о чем я сказал изначально. Начнем с канала, то есть, с его статистики, вот, то есть, аналитикс показывает, что за последний месяц в минутах меня посмотрели, то есть, смотрите, вот просмотр, то есть, смотрит меня, получается, меньше, чем минуту. Я не удивляюсь, в принципе, потому что можно просто перейти в видео, вот, к сожалению, я сейчас вот, я вот в этих еще не везде проставил ссылки, если даже не сказать нигде, поэтому, кстати, 90 тысяч просмотров на всех моих видео. Я вот, например, допустим, МТС-26, вот, и это видео, по сути, даже и смотреть не надо, по большому счету, то есть, мне так уж интересно само видео, скорее, тут, как описание, как вот ссылка в нем будет, кстати, насчет ссылок. Ну, как известно, я выпускал видео до этого, в 2016-м, в начале 2017-го годах, ну, потому что потом на какое-то время пропал интерес, вообще другие какие-то у меня и дела были, и все остальное. В каком смысле, то есть, мне было просто затруднительно вести канал, и, с другой стороны, я даже просто забыл о нем, увлекаясь совершенно другими делами. Так вот, и за то время, пока я отсутствовал, дебильный Яндекс.Диск умудрился удалить все мои просто файлы на моем предыдущем диске. Я не знаю, почему, я их не могу никак не постановить, я обращался в поддержку ЯДиска, меня там послали, мягко говоря, куда подальше. Типа, вспоминайте логин и пороть, поможем, но прикол в том, что я вообще ни к чему не привязывал этот аккаунт, и это тоже, это моя уже оплошность. Так, просмотры, вот, 5000 просмотров за месяц, получается, это плюс 12 подписчиков, это связано с тем, что я после долгого простоя возобновил деятельность, и, соответственно, подписчики, которые ушли в 2017-18 годах, вновь вернулись уже в этом году, увидев, что вот на канале, наконец-то, появился видео. Кстати, на отсчет просмотров, вот, последнее видео, выпущено примерно часа, наверное, два назад. Я не знаю, сейчас надо посмотреть мой канал. Так, час назад. Здесь почему-то показывает 7 просмотров, а вот здесь 10. В любом случае, то есть час назад, и есть просмотров, это вполне неплохо выглядит. Но, если, наверное, все-таки углубиться в статистику, то есть в аналитику, вот мы сейчас заходим в ютубскую аналитику. Она грузится, и если мы, наверное, будем смотреть по просмотрам, и это надо смотреть, в принципе, тогда за весь период, в принципе, существования канала. Так, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, январь 2018-го. Так, ну, это, кстати, совсем уже глухие какие-то даты давнишние. Надо найти, а то тут сравнительно недавно, вот, январь 2018-го. А, ну вот, в принципе, я установил, и как здесь можно видеть, то есть, в отличие от канала Николая Пляскина, о котором мы, опять же, я скажу позднее, о его влиянии, оно огромный спойлер. Вот, то есть, в отличие от его канала, мой именно поднимался вот так вот с колен, здесь вот такие вот, смотрите, вот, совсем мелкие казатели, которые потом потихоньку, там, иногда они поднимаются, иногда в пике вот какие-то. Потом даже период мнения активности поднималось все равно вот до июля 2017-го года примерно. Здесь опять она опустилась примерно на уровень вот этот вот, здесь. Ну и, соответственно, вот уже этот период восстановления канала, и тут сразу видишь просто всплеск активности. Ну вот, просто на графике это четко заметно. Популярное видео. Самое популярное видео, достаточно ожидаемое для меня было, даже на момент его записи, это Samsung S620. Почему? Ну, потому что эти... Этот телефон наверняка в свое время был у многих... Он был дешевым, достаточно популярным, в соответствии на 13 тысяч просмотров, но это за два года. По идее, вообще было бы неплохо соотносить, соотносить и сортировать вот в таком списке видео по соотношению и вот даты, и количества просмотров, то есть просмотры, деленные на количество дней, часов, там, месяцев, секунд назад, сколько оно было выручено, потому что это показывает правдивое, потому что... Ну, правдивые цифры. Потому что вот это видео, например, набрал 13 тысяч просмотров за два года, а какое-то видео, например, наберет 5 тысяч просмотров за один месяц, и как бы... Понятно, какое из видео, на самом деле, истинно не популярное. Во втором месте идёт Nokia 1380. Хочу подчеркнуть, что это китайский аналог, однако мелодии у него практически такие же, только там немножко лишние совмешались, по сути, даже китайский аналог внутренне соответствуют оригинальной нойке. Я вообще не понимаю, в чём разница, но в ней Колбасник нашёл оригинальные, опять же, мелодии. Возможно, в скором времени я их сниму на, например, вот на S-505. Кстати, это сегодняшнее моё пополнение, которое мне подогнал по почте один замечательный человек из Новосибирска. Его личность я раскрою, если вы захотите, вконтакте или прямо вот здесь в комментариях. Так вот. Ну, дальше, то есть, вот GW3000, опять же, в миде. Пусть многие из них при этом получились не очень удачными, из-за особенностей самой мелодии, из-за особенностей PSM-плеера. Но, опять же, для третьего места, 3000 просмотров, и вполне неплохо. Samsung E135 для S2-систей. Тоже вполне неплохо. 2000 просмотров. Причём здесь минут в минутах просмотра больше, чем. Чехло просмотров, что радует. C130, т.е. не землелодии на C520, достаточно неудачный по причине того, что у самого телефона синтезатор неудачный. То есть, он-то Yamaha вроде как, но не в этом суть. Там какие-то непонятные неполадки. Это у всех C520, а у C370, скорее всего, я не уверен. Ну, вот. И тут, последнее, если видео смотреть уже в самом конце, которые идут, это всё будет где-нибудь... Ну да, вот это... Вот это, вот это, вот закрытое видео, которое технически, во сути... Спасибо за 200 подписчиков. 5 просмотров. Philips Xenium E116 мелодии, за 555 мелодии на кухне 6600, вот Megaphone, Motorola, BenQ, Siemens, 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 Samsung, Mitsubishi. Но всё равно, то есть, даже в самом маленьком видео, кроме технических вот таких вот закрытых, даже вот видео про подписчиков, набрало 21 просмотр. Опять же, а теперь пришло время всё-таки рассказать историю канала, как он вообще появился, под голову мне пришла данная идея. Дело в том, что когда давным-давно, ещё в далёком 2016 году, в начале, я смотрел вот этого замечательного человека, когда его канал ещё назывался «Варианты звонка ТВ». Он был популярнее, и вообще у него было желание что-то делать. И он меня, в принципе... Я смотрел его видео, и в какой-то момент, просто летом 2012 года, я вдохновился и решил, а почему бы мне не делать то же самое, только по-своему. Так появился канал Kington TV. Собственно, первым видео на нём было, вот я, насколько помню, Samsung E... Какой-то я помню, двухсимочный. Сейчас посмотрим точную модель. Е-1252 на бандбаску с коробки-плеере. Кстати, на самом деле, это соответствует обычному плееру, просто здесь указываются звания инструментов. Вот, например, хайб-рок сименс SX-70. Здесь вот хайта-саксофон, дисторшн, слаб-бас, там, гитара, ещё гитара, ещё саксофон и барабары. Потом я начал использовать Nokia Audio Suite, Мидингтон, тут вот, Сименс МЦ-60, да, Сименс МЦ-60, единственное видео, записанное на этот аппарат, Микон Калл-Бикс Л-25. После этого он благополучно умер. Ну, а потом был, соответственно, обменен на Samsung G770. Это совсем другая история. Соответственно, я свой LPSM-плеер, и вот, значит, появилось у него вот такое видео, 2000 просмотров, V200 туда же, и это тоже туда же, 3000. Ну, это достаточно дебильное в СССР эти видео, потому что там стандартный мелодий МТК. Samsung G200. Кстати, вот какое-то видео я тут вижу V200 на Филипсе. И я думаю, изначально было неплохо, Филипса сейчас у меня нет. Простите уж за такое. История тут достаточно мутная, и вообще не было хорошо об этом рассказывать. Загрузка по каким-то причинам была отменена. Угу, N620 после этого, собственно, вот тут вот Т-400, 1650 просмотров, и тут вот N620 идет, 10 тысяч, 51 лайк, там, все такое. Ну, у меня, у меня, опять же, важны не цифры, в большей степени. кстати говоря, насчет еще авторских прав. По-моему, мне на какое-то видео их тут накинули. Т-100 в миде, жалоба на нарушение. Смотрим, что там. Ага, ага, соната номер 8, 745, 832. Приматываем на 745, 745. Понимаете, они просто уже не начали лицензировать классику. По-моему, это, в принципе, недопустимо, поэтому YouTube реально катится просто в никуда. Но альтернативных больше нет, а чтобы заниматься тем, что тебе нравится. Поэтому, вот, приходится все-таки вот пользоваться, вот. Ну, опять же, вернемся к этому замечательному каналу. Сейчас он функционирует, однако, его собирают закрывать. Вот, собственно, по сути, в какой-то степени вот это видео, это видео ответ на вот это вот видео на канале 111 526 11 15 26 11 11 15 26 Называйте его как хотите. Соответственно, на нем сейчас тоже много хороших видео интересных. по крайней мере мне и многим моим единомышленникам. Кстати, передаю привет такие. Это в первую очередь змей-колбасник Андрей Матрасов, который умеет вытаскивать лимитом из Нокио и запакован в МТК прошивок вроде, скорее всего, алькотель тоже назвал. Я не могу брошу там. Я не очень так разбираюсь на этом. вот опять же он до сих пор выпускает видео, но его канал подгроза и раскрытие из-за опять же дебильных ограничений ютуба, авторские права, которые вообще куда можно и куда нельзя левятся из-за низкой активности, низкого интереса. Потому что да, интерес вроде бы в каком-то смысле с того времени потерялся. вот ну что еще можно сказать? Какие мои планы на ближайшее будущее? Забрасывать канал я не собираюсь ни в коем случае. В ближайшие месяца три точно он будет работать стабильно. По минимум одно видео в неделю, а скорее всего будет больше. дальше я не знаю либо дальше там ОГЭ и скорее всего может быть я могу исчезнуть на какой-то период времени. Но если это будет то я вас об этом естественно приду кляжу. Поэтому скорее всего все-таки все будет хорошо и дальше уже летом все будет отлично я буду продолжать записывать видео для вас. И ну в общем-то все это все что я хотел сказать. Это был Егор основатель канала Рингтон ТВ Всем спасибо пока смотрите мое видео Скорее всего скоро я сегодня сдал ремонт так как сам пообъеден причинам починить не могу Flytoš WTS 2060 как вы помните у него динамик достаточно такой плохой я отдал на смену динамика вот вот мои выполнения сегодняшние опять же это Sony Alexa 305 Motorola Z8 замечательный телефон такой сгибающийся то есть 12 ледера и найденный на улице Micromax в идеальном большом состоянии может быть я его даже и буду использовать как аппарат для звонков чистый или может отдам кому-то я не знаю в любом случае всем спасибо за просмотр и пока